привет друзья на канале клубов с вами катеров танки и мы сегодня с вами будем опять разбираться в технике которая присутствует в игре а кто фарша и сегодня мы посмотрим на такой бронеавтомобиль как пума прошлый раз мы рассматривали бмп векстра картеля на мой взгляд сама лучшую но сейчас посмотрим на соответствующие бронемашину только уже у химеры вот какие она имеет преимущества недостатки вот и я как раз решил тут начать сначала игру чтобы вы видели в чем плюс этой машины вот в частности в линейке развития поставок среднего соперника если хотите разобраться с тем какая машина чего стоит ставьте себе попроще соперника здесь мы себя среднем поставил мне достаточно совсем плохо играть и стратегии или мало в них играли и до вас все новое ставьте легкие или вообще очень легкие и тогда уж точно справитесь вот мы я поставил среднего сейчас мы посмотрим в чем преимущество этого бронемавтомобиля как я понял с того что здесь изображено это в общем бронеавтомобиль немецкий называется он пума как известно германия фрг выпускала эти пумы да можно сказать пума она выпускала еще со второй половины второй мировой войны до появился соответствующий вооруженным пушками точнее пушкой противотанковая легкой против ну как легкой там 50 миллиметров она была или даже до 75 доходила пушка и способной более-менее успешно справляться с легкой средней техникой союзников есть некоторыми образцами советских танков части легких и даже т-34 вот поэтому у немцев традиционно пумы леопарда и так далее так вот мы сейчас ставим смотрите рефинери обрабатывающие заводы быстренько делаем прокачку на ускоренную добычу ставим на алюминий тоже немножко не точно так подправим пока у нас разведчик ездит вот разведует все эти поля ресурсные посмотрите в чем прикол этого этой пумы вот смотрите ставим два завода у нас есть 1600 да вот и вот у нас есть этот заводик но сначала конечно надо поставить барак ставим барак здесь тоже потихоньку апгрейдим надо нам генерировать прибыль что дальше строится и вот смотрите пума она находится вот этом заводе до с первых и колбай вот это стартовый завод но он принципе универсальный с ним технику которую он выпускает с ней можно спокойно затащить уровень на всех уровнях сложности ну конечно уже поздних этапах игры посложнее но тоже можно там принципе довольно универсальная техника этого картеля сложно с одним заводом этим первым первого уровня затащить потому что там вроде есть неплохая зенитка но противотанковый юнит он хорош плане тоже скорости мощности атаки но низкая скорострельность крайне низкая живучесть портит весь как говорится расклад вот а здесь видите вот мы поставили раз и мы можем уже этот завод ставить две с половиной тысяч он стоит все и мы уже выходим в нужное нам производство так честно по чуть-чуть занимать банк потому что нам надо деньги апгрейдим соответственно алюминиевые рефинери алюминии тоже нам нужен будет но он нам нужен на сейчас в основном для того чтобы расставить а вот посты ближе к рефинери чтобы добыча шла быстрее наш этот как его правильнее назвать механизированный дрон да самоходный но как-то раньше не по-другому называли сейчас лово модная дрон а вот в общем такая беспилотная танкетка своего рода минимальными минимизированная подобно немецкому голиафу да только с вооружением соответствующим которое было которого не было голиафа которая есть здесь то есть как уже дронов нас в другом заводе дрон у нас вот вот этом заводе так вот вот у нас это пума начинаем ее строить видите прошло всего ничего времени у нас уже есть полноценная боевая единица причем очень очень интересная что у нас тут написано бронированный боевой юнит но бронирован боевая машина вооруженная длинной длинноствольной автопушкой крайне эффективно против пехоты вот может усовершенствоваться размещением пехоты что добавляет две единицы этого кашина там правильно называется в общем у нас 8 хп будет 12 два блока там как-то так вот вот это усовершенствование гарантирует пумам способность возможность транспортировать четыре пехотинца добавляет реактивную броню как правильно сказать чешуйки да здесь кирпичики написано вот и улучшает хитпоинты у нас смотрите вот у нас появилась эта пума вот мы тут уже можем быстренько производить пехоту и вот нам чего не надо собственно говоря ведь у нас все есть у нас уже есть сейчас мы посты поставим у нас уже есть юне без алюминия мы можем настроить что самое интересное вот вот она вот хорошая длинноствольная пушка вот 4 пехотинца мы можем переносить сюда то есть перемещать внутрь этого юнита так времени у нас тут маловато но нефти долларов хватает строим еще пехотинца сейчас увидите для чего вот собственно говоря смотрите теперь что у нас по этой машине 12 хп это после прокачки это максимум больше не будет пушка скорострельная вот урон у нее ты соответственно урон бронебой бронепробитие 05 урон форосами 07 то есть больше общий урон тут получается два не сильно много не сильно мало чем отличается от векстры которую мы рассмотрели в прошлом гайде у векстры живучесть 30 единиц насколько я помню вот то есть она в два с половиной раза крепче чем вот эта штука при том что это не дешевая машина в 1100 но чем прикол ее можно строить сколько угодно потому что это нефтедоллары а нефтедолларов у нас просто очень много невероятно много они постоянно у нас будет появляться потому что и генерирует база и генерирует банк захвачены и проще всего их вначале добывать именно от рефинере нефть нефть добывать естественно таким образом пополнять запасы ресурсов поэтому получается что она экономически выгоднее да конечно менее живучая хотя ее пушка в целом как мне кажется более эффективно из-за того что она быстрее перезаряжается у нее больше дистанция огня и она скажем так вот юнит при атаке в отличие от векстры он не влетает в самый центр битвы благодаря тому что не дистанция огня больше чем у векстры и поэтому юниты эти пумы не получают урона дружественного огня так прям сильно как получает векстра до живучесть ниже скорость поменьше немного чем у векстры но при этом есть еще ряд преимуществ во первых до пехоты перевозит меньше векстра конечно больше перевозит пехоты нету скрытности скрытность это вообще фишка картеля а сейчас понастраивали смотрите вот у нас на старте уже есть техника которая можно и быстрее сюда доехать занять банк но у нас средняя сложность поэтому торопиться особо некуда вот и соответственно векстр конечно быстрее но векстр короче дистанция меньше дистанция и после того как разряжается ее автопушка у нее длительный период перезарядки вот это перезаряжается быстрее плюс она пьет как бы с меньшей скоростателем стю но более как бы так стабильно то есть в соответственно огонь и ведет дольше и получается что в целом благодаря такому свойству эффективнее вот но и смотрите у нас вот как мы можем быстро развиваться быстро строим пумы выходим во второе исследование так подъехали на к банку первую очередь нам надо высаживать здесь снайперов ну и обычную пехоту автоматчиков с целью также защитить от пехотных атак у них выше скорострельность они против пехоты эффективнее и живучесть выше намного вот и смотрите у нас уже фактически на старте благодаря пумам появляется универсальный отряд который может уже сразу атаковать и идти агрессивно атаковать добывающие заводы противника осуществлять рейды на большую глубину благодаря вот высокой скорости сморить раз 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 быстро отходим смотрите благодаря благодаря маневренности да у нас ниже живучесть но смотрите с мы подъезжаем 1 надо пехоту быстро прятать здание с этим не очень удачно получилось и фактически мы заняли одно из ключевых стран все и мы ему же нарушаем снабжение вот и это на старте игры вот что может это пума видите мы сейчас разворачиваемся раненых отводим подбитых точнее сильно подбитых отводим смотрите видите какая дистанция аж вот так сейчас я отведу чтобы вы видели сейчас еще проедет чтобы не прозевать ну вот смотрите видите сколько дистанции бьет то есть примерно в раза два больше чем дистанция атаки векстры вот это значительное преимущество век страна как бы такая прям для прям ближнего ближнего боя но на той рассчитывание много хп найдет впереди продавливает оборону и расчет идет на ее скорость и живучесть это более как бы тактические конечно хуже защищен значительно но очень точная пушка с высокой достаточно скорострельностью но умеренной и благодаря этому она как бы реже разряжается прям так быстро и перезаряжается быстрее вот сейчас еще посмотрим одну фишку которую тоже важно знать вот есть у нас исследование вот такое вот ракета спайк лр мисслс значит что тут написано вооружает пуму дальнобойтной противотанковой ракетой ракетами точнее невысокая дистанция огня с этим бы поспорила дистанция не там неплохая как минимум средняя вот наносит тяжелое повреждение техники вот и можно атаковать определенную точку на карте то есть просто огонь по заданной точке зажимаете control наводите в эту точку она соответственно будет вот и смотрите у нас тут забыл прокачать но неважно в общем мы можем одним заводом этим строить помой и просто заражить противника чего не может сделать картель потому что картеля чтобы выйти на век струк во первых ему надо алюминий вот вот этот вот алюминий ему нужен крайне необходим без алюминия пределы по накоплениям без алюминия невозможно построить век струк потому что она стоит 500 нефтедолларов и 500 отводим на базу 500 нефтедолларов и 500 это еще можно панцире построить они больше противовоздушные ну тут так сделано что их можно и использовать как более тяжелую бронемашину пару штук возьмем на всякий случай так но это к нам эти исследования относятся это для авиации на всякий случай мы делаем так вот сейчас клепаем еще эти пумы прислать на помощь вот смотрите получается как вот у нас пума 1100 стоит просто нефть нам больше ничего не надо даже если закончится алюминий мы сможем клепать этим универсальная пумы да у них главный минус они невысокая живучесть вот но мы сможем их клепать в огромном количестве достаточно для того чтобы победить в большинстве случаев просто для этого нам надо иметь достаточно нефти да кстати здесь надо атаковать вот эти минометы обязательно они самые опасные для пехоты ну в общем мы захватили инициативу сейчас мы можем еще взять здесь немножко пехоты разные отправим вот эту на помощь и вот смотрите мы взяли инициативу вот уже пехота выжившая которую можно брать в плен для этого надо построить вот этот модуль ничего сложного вот и на этом направлении какие темы пробились через этот заслон уничтожили одну из рефинерей вражеских можно еще сюда проехаться посмотреть потом сюда выбить их из банка все это мы делаем одной машиной на старте то есть в экстра так сделать бы сложно в армии сша есть соответственно страйкер да но там страйкер он есть какой он есть здесь исследование на ремонт страйкер он прежде всего его надо прокачать на пакет выживания в городе urban survival kit это раз да и вот минус еще какой не защищены они от ракетной пехоты с пехоты стреляющим против танковыми ракетами но зато смотрите сейчас довольно большой урона они смогут нанести вражеской пехоте вот в общем есть такие объекты атакуете надо брать с собой панцири чтобы они прикрывали от ракеты например строим эти так это мы взяли движуху сюда отправляем этих на ремонт пехоту тут можно будет лечить вот таким образом или построить они транспортер неймер соответствующим апгрейдом но сейчас не об этом речь вот мы построили сейчас эту группировку они каши уничтожат потому что противовоздушной защиты нету джавелин довольно мощный бронетехники вот ну вот новая группа у нас подъехала на помощь все и мы от контролируем они не могут пройти никуда абсолютно вот здесь у нас да вот как лечить пехоту выбираем даем команду на панель любой control любую из цифр и вот можно так выбирать и лечить соответственно вашу пехоту теперь у нас смотрите есть вот этот модуль военнопленных где они будут содержаться нормальных условиях и вот сейчас мы даем команду захватывать пехотинцев сейчас они появятся у нас вот здесь сейчас пока пусто видите ячейки пустые подъехала новая пехота надо сказать что конечно вот этим захватывать еще одно сейчас будет захватывать надо сказать что конечно векстра она более устойчива к повреждениям подобного плана то есть если рядом взрывается вот этот харвестер скажем так про него будет назвать всем понятно в общем добывающая грузовика то векстра конечно несет меньше урон чем пума но векстрой все время надо маневрировать все время пытаться заходить поближе конечно высокого не маневренности и это как бы ощутимые плюс данной машины но не всегда это удобно то есть вот так расставить векстрой будет сложно из-за того что у векстрой уже дистанция огня вот и теперь смотрите что еще тут важно держать пумы надо подальше вот подобных взрывоопасно смотрите бах это отняло и довольно много вот и теперь еще один важный апгрейд вот этот вот ракета для этого надо вот это исследование взять третье с первых и клуба и вот теперь еще одна группировка у нас есть здесь сейчас покажем как штурмовать этими пумами довольно просто укрепленное очень хорошее крепкое здание с пехотой и там как раз находятся достаточно сильные противотанковые юниты тут мы уже дали противнику раскрутиться конечно же безусловно тем временем видите наши снайпер и гранатометчик убивает пехоту постели постепенно из укрепленных зданий вот мы поставляли авиацию пока фа он принципе невидимый до начала атаки довольно живучий вот и его можно прокачать еще на атаку по наземным целям становится универсальным ну вот мы отбились в принципе исследование прошло пересмотрите прокачиваем ракеты все сейчас появятся у нас ракеты вот можно теперь подойти сюда поближе я сейчас увидя как эти ракеты когда на выберем эти время его пехоту из зданий то есть мы можем спокойно уже занимать это здание благодаря тому что мы перекрыли ему один из важнейших пути снабжения у него техника строится достаточно медленно вот есть у него тут еще рейхенери но мы с этим займемся вот апгрейд прошел смотрите вот теперь сейчас будем ждать какого-нибудь какой-нибудь активности можно и без этого быть здесь например вот мы берем пуму подводим сюда и отсюда еще одну подводим опять надо вызывать авиацию вот видите она может быть еще вертолетом по вот таким как его про назвать квадрокоптер квадрокоптером конвертоплан принципе да между планками вот то есть по всем по всем целям кроме самолетов по самолетам бить пума не может вот ведь он долетел уже поврежденной по ним вела огонь наша пума не супер эффективно но тем не менее он наносит очень неплохой попытка захватить здание с ничего она не дала вот для чего мы сюда ставили вот этих пехотинцев видите потому что снайпер они не успевают перебить эту всю трупу из-за низкой скорострельности вот а пехотинцы укрепляют оборону нашу соответственно так лечим этих ребят так ой зазевались две пумы наши уже уничтожены вот эти раз пустил противотанковую ракету это еще пум наклепать вот у нас две отремонтировались еще сюда кстати мы можем здесь спокойно делать вот так подгоняем пост я смотрите здесь он сейчас атакует вроде как вот видите вот чем самая главная проблема нет защиты от воздуха нормально него